Я помню, когда был маленьким мальчиком и, по сути, впервые мог принять участие в шиитских ритуалах, во время которых они бьют себя. У тебя должна быть черная одежда, что является знаком траура. Я был так рад купить новую черную рубашку и попросил своего папу купить мне эти цепи, этот пучок цепей, и люди бьют себя этими цепями. И мы били себя на улицах. Тысячи молодых людей, пытающихся заработать баллы и угодить Аллаху, чтобы он имел милость к нам или простил нас. И чем больше ты истязал себя, тем больше ты зарабатывал баллов в надежде и желании, что попадешь на небеса. Итак, я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит. Я любил Бога, когда был маленьким мальчиком, и я всегда хотел служить Ему и любить Его. И когда мне было 16 лет, со мной произошло нечто, изменившее мою жизнь. Я ехал на свадьбу своего двоюродного брата. Мои родственники позволили мне везти машину. Они выпили немного алкоголя, а я не пил. Я был в машине, я был так рад поехать туда. И вдруг на дороге был КПП. Они остановили машину и услышали запах алкоголя. Они всех нас вывели, задержали, раздели нас догола. Они начали обливать нас холодной водой и избивать большими палками. Они издевались и насмехались над нами. Они поместили нас в маленькую комнату, где было почти 50 человек. Мы задыхались. Я был так зол. Я чувствовал себя униженным и ненавидел людей, которые несправедливо истязали нас. Во имя Аллаха за то, чего я даже не делал. Они привели нас в суд, в кандалах, на руках и ногах. И я предстал перед судьей, который был муллой. И он начал судить нас на основании исламских законов. Моя семья нашла какие-то связи, заплатила взятку. Они, по сути, освободили нас. И нам нужно было просто заплатить штраф. Но это было начало долгого пути. Я начал сомневаться в исламе, исламе, который я любил и которому служил. Что это за религия, в которой так много несправедливости? Моя мать говорила, что нет, ислам хороший. Только эти муллы, этот режим заставляет его выглядеть плохим. Я сказал, хорошо, достаточно справедливо. И я начал собственное расследование. Потому что раньше я читал Коран, но только для того, чтобы заработать баллы. На этот раз я начал читать, чтобы понять, что Коран говорит на самом деле. Я увидел очень много плохих вещей в Коране. Например, в Суре 9.29.30 Мухаммед сказал убивать тех, кто не верит в Аллаха и его посланника. Сура 5.51 говорит, не считайте евреев и христиан своими друзьями, потому что они друзья друг другу. Потому представьте, все эти годы, вся пропаганда в школе. Мы слышали только плохое об Америке, плохое об Израиле. Мы слышали ужасные вещи о евреях и христианах. И вдруг мои глаза открылись. Это не от Бога. Бога, который создал эту прекрасную вселенную, цветы и птиц, и эти прекрасные реки и горы. Этот Бог не может быть таким жестоким. Итак, я потерял свою веру в ислам и сказал, и что теперь? Кто же такой Бог? Если Бога нет, каков смысл жизни? Кто создал этот мир? А если Бог существует, кто этот Бог? Я хочу знать его. Вскоре после этого в моей жизни произошло много всего. Я потерял своего отца. Мой отец умер. В результате я бросил школу, бросил всех своих друзей. Я был изолирован, был настолько разбитым, был в такой безнадежности. Я взывал к Богу. «Боже, если ты настоящий, кто ты?» Затем, когда мне было 19, я впервые услышал Евангелие. У нас не было электричества. У нас было радио, которое работало от батареек. Я включил радио, сидя в темной комнате, и попал на одну радиостанцию. И там кто-то говорил о том, что он собирался совершить самоубийство, повеситься. И по пути он услышал прекрасную музыку, и пошел на этот звук, и пришел в церковь, услышал благую весть Евангелия, и его жизнь изменилась. Это был лучик надежды, который начал сиять в моем сердце. Но ничего не изменилось. Вскоре после этого я снова услышал, что Иисус Христос — Сын Божий, что Он пришел и умер за меня на кресте, как жертва, и через три дня воскрес из мертвых. И если я уверую в Него, я буду спасен. Я сказал, какая-то чушь. Я все это отверг, говоря, как у Бога может быть Сын? У Бога нет жены. Я не мог понять, что у Бога есть Сын, и что Он пришел и умер за нас. Но неделю спустя я был в такой депрессии. Мне было так грустно, и все казалось мрачным и безнадежным. И я услышал эту весть снова. В тот день мне нечего было терять. И очень скептически я сказал, «Иисус, я не знаю Тебя. Мне говорили, что Ты пророк. Теперь я слышу, что Ты Сын Божий. Я не знаю, кто говорит правду. Я не хочу снова быть жертвой религии. Но если это правда, я хочу, чтобы Ты показал мне». И в тот момент, как я сказал это, сквозь мою руку прошло тепло. Я начал плакать и рыдать. Все было так, словно кто-то вложил свою руку в мое сердце и выдернул всю ненависть, злость, горечь и депрессию. Потому что я ненавидел людей, которые несправедливо истязали меня. Эта ненависть превратилась в сострадание, и я наполнился такой радостью, такой любовью. Я пришел в дом моей матери. Моя мама увидела меня и спросила, что с тобой произошло. Я спросил, а что? Она сказала, что твое лицо сияет. Я рассказал маме, что стал христианином, что я принял Иисуса в свое сердце. И у нее не было негативной реакции. А она болела в течение многих лет. У нее были боли. Доктора сказали, что ей нужна операция. Ей было очень больно. У меня была уверенность, что если я попрошу о чем угодно во имя Иисуса, он услышит меня. Потому я помолился за мою маму, и боль тут же покинула ее. У нее больше никогда не было этой боли, этой проблемы. Она страдала в течение многих лет, и Иисус Христос исцелил ее. Затем я начал искать Библию. Я же теперь христианин, я хочу знать, что сказал Иисус. Когда я был мусульманином, мне говорили, что Моисей принес Тору, Иисус принес Инджиль, то есть Евангелие, а Мухаммед принес Коран. Но мне говорили, что две другие книги искажены. Они изменены и повреждены, и больше не имеют силы. И что только Коран является последним откровением Бога. Но теперь я стал христианином. Я хочу знать, что Иисус сказал в Инджиле. Потому я начал искать Инджиль. Я ходил в библиотеку за библиотекой, в магазин за магазином, в лавку за лавкой. Я искал в течение трех месяцев и не мог найти ни одной книги. Наконец, я зашел в интернет и ввел в поиски слово Инджиль. Появилось множество ссылок. Я кликал на них, но было написано, доступ к этому сайту запрещен. Правительство блокировало веб-сайты, на которых было Евангелие. Потому я настроил компьютер, использовал VPN, обошел блокировку, кликнул на ссылку и открыл все книги Библии. И я увидел все эти книги и сказал, кто все эти люди? Кто такой Тимофей? Кто такие Коринфиники? Я никогда раньше не слышал об этом. Я скачал всего четыре Евангелия и начал читать. Я прочитал четыре Евангелия за пять дней. Я просто приклеился к этому компьютеру. И когда я читал первые пять глав Матфея, я просто начал плакать. Я увидел слова, которых никогда раньше не слышал. Любите своих врагов, молите за тех, кто ненавидит вас и злословит вас. И я начал задаваться вопросом, почему эта книга запрещена законом? В ней нет ничего плохого. Все о любви. И я увидел, что Иисус сказал, я пастырь добрый, пастырь добрый, полагая душу свою за овец своих. Он представлял Бога как любящего Отца. Это прекрасные, сильные слова. Я решил, что об этом должны знать все. Я начал копировать четыре Евангелия на CD. Я ходил в спортзал, на улицу, я раздавал их людям. И люди, окружающие меня, слышали об этом и прибегали ко мне со словами, а можно и мне копию? Спустя восемь месяцев такого занятия, я был в телефонной будке, говорил по телефону, и подошел какой-то парень с длинной бородой и начал наносить мне удары ножом. После того, как он убежал, я почувствовал, как что-то теплое течет по моему лицу и по моей ноге. Я коснулся этого, это была кровь. Я не знаю, кто был этот человек, какова была его мотивация, но это был тот момент, когда я понял, что для меня небезопасно оставаться здесь, и Бог хочет, чтобы я уехал. Поэтому однажды вечером я собрал одежду и ушел. Я не сказал об этом никому. И я помню, как шел по улицам, на которых вырос. Я знал, что не увижу эти улицы очень долго. Я пришел на автобусную остановку и купил билет до Тегерана, а из Тегерана попал на границу с Турцией. И чудесным образом Бог помог мне пересечь границу и попасть в Турцию. И так я 19-летний парень. У меня нет денег, я никого не знаю, я не знаю, что делать, не знаю, куда идти. Никто не говорит со мной, никаких договоренностей. Но у меня есть мир в сердце. Тот же Бог, который исцелил мою маму, тот же Бог, который спас меня, тот же Бог со мной. У меня была уверенность. Не было страха или неопределенности из-за того, что будет. Я просто знал, что все будет хорошо. Я встретил одного иранца, и я не сказал им, «О, я не знаю, что делать, я чужесранец». Я просто поделился с ним Евангелием. И он сказал, «Ну, я не христианин, но я в поиске, я хожу в церковь, чтобы понять, во что они верят, что они говорят». Он спросил, «Пойдешь со мной?» Я ответил, «Конечно». Итак, этот парень привел меня в церковь, и там дал мне, по сути, первый Новый Завет. Это было так, словно кто-то дал мне целый мир. Я был так счастлив, что у меня в руках был настоящий Новый Завет. И я видел, как люди радуются, славят Бога и поклоняются Ему. Музыка, гитара, что контрастировало с мечетью. Ведь каждый раз, когда я придел в мечеть, там были плач и рыдания, скорбь и грусть. После служения пастор подошел ко мне и сказал, «Добро пожаловать, что ты здесь делаешь?» Я рассказал ему мою историю. Он сказал, «Ух ты, слава Господу!» Бог призвал тебя, Он любит тебя, у Него есть план для тебя. Один человек из церкви взял меня к себе домой. Бог был настолько верен по отношению ко мне, обеспечивал меня, защищал, когда была так много угроз. Я пробыл там около двух лет. Мне позвонили и сказали, что меня готовы принять как беженца. Я прибыл в Америку и сказал, «Спасибо тебе, Господи, за свободную страну, в которой я могу свободно поклоняться тебе». После того, как я закончил библейскую школу, я открыл церковь для иранцев и начал благовествовать мусульманам. Иранцы тут и там приходят к Иисусу. Представьте, что в течение всех этих лет они ходили в освятилище к мертвым имамам. Мы молились этим мертвым костям, взывали к Аллаху, к Мухаммаду, чтобы получить ответ. Но еще ни разу Аллах не отвечал. Но как только я призвал имя Иисуса, я почувствовал любовь, почувствовал силу, и Он просто явился в моей комнате. Меня зовут Рамин Парса, и я вместе с One for Israel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин